МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. Об основных событиях понедельника и минувших выходных вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Панова. 142 миллиона рублей намерены потратить в этом году на ремонт дворов и проездов к ним. Об этом сообщил на совещании с руководителями органов власти, исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Чуваши Владимир Степанов. На эти средства будут отремонтированы 223 двора и 140 проездов. В республике уже отремонтировано 102 двора и 71 проезд. Это почти половина от плана. Работы завершены в Козловском, Урмарском, Шамуршинском, Шамерлинском и Морпосадском районах. В Урнарском, Красноармейском, Маргаушском и Янтиковском объем выполненных работ составляет менее 36% от плана. В столице Чувашии на ремонт потратят 59 миллионов, обновят дороги к 123 домам. За 2011-2012 год в городе произведен ремонт на 344 дворовых территориях и 123 проездов, что составляет около 46%. По итогам текущего года будет отремонтировано не менее чем 483 дворовые территории, что будет составлять около 54%. В Ночбоксарские за последние 10 лет впервые занялись ремонтом дворов. В 2013 году будет отремонтировано на 80% больше квадратных метров, чем в 2012 году. Замечания по ремонту 2012 года на сегодняшний день подрядчикам все устранены. Срок гарантии у нас по условиям торгов 3 года. По словам министра сельского хозяйства Сергея Павлова, на сегодня заготовлено 58 тысяч тонн сена, 163 тысяч тонн сенажа и 24 тысяч тонн силоса. Заготовлено 17 центнеров грубых кормов. В прошлом году в это время было заготовлено лишь 13 центнеров. Ряди районов приступили к уборке, однако из-за засухи потеряли часть урожая. В связи с этими сложившимися неблагоприятными погодными условиями у нас все-таки прогнозируется снижение объемов производства по зерну где-то 70-80 тысяч тонн, по картофелю 100-120 тысяч тонн. И в связи с этим, вот, вашим распоряжением, Михаил Алексеевич, 20 июня был введен режим чрезвычайной ситуации в Чувашской республике. По максимуму надо мобилизовать все имеющиеся ресурсы, весь потенциал. И, исходя из этого, надо все те агротехнические работы, которые предусмотрены, надо провести в свое время. И формировать Республиканский продовольственный фонд зерна. Для того, чтобы резерв был как материальном резерве, так и, соответственно, по обеспечению зернов рожу. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня Московский районный суд вынес приговор Михаилу Анисимову. Напомню, 24 марта в Чебоксарах произошло страшное ДТП. Двигаясь по проспекту Максима Горького, «Форд Фокус» на высокой скорости столкнулся с «Ладой» 14-й модели. Водитель и пассажир «Жигулей» погибли на месте. За рулем «Форда» был 18-летний школьник. С места ДТП он и его друг скрылись. В ту же ночь виновника трагедии задержали дома. Он был пьян. Суд признал Михаила Анисимова виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух лиц. Также молодой человек виновен в том, что оставил пострадавших без помощи, после чего они скончались. Суд приговорил Михаила Анисимова к 7 годам колонии-поселения. На 30 месяцев его лишили права управлять автомобилем. Также виновник трагедии выплатит 1 миллион 200 тысяч рублей. По 600 тысяч каждой стороне в качестве компенсации морального вреда. До этого по 250 тысяч уже было выплачено им добровольно. В пятницу и в выходные дни сотрудники ГИБДД посвятили рейду «Пешеход-пешеходный переход». Вероятно, хотели образумить нерадивых пешеходов, но и водителей-нарушителей. Однако у населения подобные методы воспитания популярностью, видимо, не пользуются. Кто же должен отвечать за наши жизни, если мы сами не соблюдаем правила? И почему по статистике так много пострадавших прямо на пешеходном переходе? И сегодня люди слепо верят в то, что пешеходный переход, вот эта зебра на асфальте, зеленая лампа, светофора гарантирует им безопасность. На самом деле это не всегда так. И, наверное, где-то половину людей мы теряем именно на пешеходных переходах. Да, мы задержим этого водителя, который не пропустил пешехода. Мы накажем его, оштрафуем на тысячу рублей целую. Но человека не вернуть. Вот это главная мысль, которую сегодня надо доносить до пешеходов. Пешеходный переход не гарантирует безопасности. Там нужно непрерывно смотреть по сторонам. Вот это важно. В этом году уже зарегистрировано 152 наезда на пешеходов. 9 человек погибли. В 83 случаях виноваты водители. 69 дорожных происшествий произошли из-за несоблюдения правил дорожного движения самими пешеходами. В пятницу, субботу и воскресенье сотрудники ДПС взяли под усиленный контроль самые оживленные места в городе. Пешеходы чаще водители нарушают правила дорожного движения. В результате проведенного рейда к административной ответственности по статье 12.29 нарушение правил дорожного движения пешеходами было привлечено 237 человек. Основные нарушения, которые допускают пешеходы, это переход проезжей части в неустановленном месте и переход дороги на запрещающий сигнал светофора. Основные нарушения, которые допускают водители, это нарушения правил проезда пешеходного перехода. 115 водителей оштрафовали полицейские во время рейда. Эти автолюбители не посчитали нужным пропустить пешеходов на зебре. Больше всего нарушений в центре города. Опасения вызывают район колхозного рынка, остановка «Детский мир». Автоэксперт Альберт Ильин считает, что методы воспитания водителей и пешеходов давно пора пересмотреть. Я не считаю, что такие рейды бесполезны. Я считаю, что их надо совершенствовать. От тактики ловли отдельных экземпляров пешеходов надо переходить к большой системной, по сути, государственной работе. Нужна пропаганда по всем линиям. Газеты, радио, телевидение. В каждой торговой точке, где продается алкоголь, нужно предостережение, чтобы водители пьяными не садились за руль. Там, где наши пешеходы в обилии водятся, это больницы, школы, детские сады. Где места скопления людей, должны висеть какие-то напоминалки о том, что опять-таки пешеходный переход не гарантирует безопасность человеку. Несмотря на предупреждение, которое уже сейчас есть, люди продолжают нарушать правила дорожного движения. Это делают как пешеходы, так и водители. Хорошо, если все заканчивается только наказанием рублем. Но в жизни чаще бывает все намного печальнее. Как говорится, сэкономишь минуту, потеряешь жизнь. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. 20 июля в Чувашии горел лес на территории 2,5 квадратных километра. Причина возникновения пожара уже установлена. В жаркую погоду искрят поездов серьезная угроза для леса. Только за июль в полосе железных дорог произошло три пожара. Благодаря оперативному вмешательству пожарной охраны очаги возгорания удалось ликвидировать. Расходы у нас составили более 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей были привлечены 5 единиц техники, 33 человека. И в течение двух дней потушили пожар. По словам Михаила Игнатьева, сотрудники РЖД также должны нести ответственность за отведенные им земли. У многих нет искрогасителей. Хотя это, наверное, не такое дорогое удовольствие, но посидение не делают. Не только в наших регионах, там, где на подъем, на повороте, когда на самом деле на всю нагрузку идет параба, соответственно, от него и искра. Доказательную базу вам надо собирать совместно с правоохранительными органами. Отдельно вы здесь ничего не сделаете. Глава Чувашии поручил разобраться с этим вопросом и обратился к РЖД с просьбой впредь не допускать подобных ситуаций. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика. Последние шесть лет в Чувашии сокращается количество преступлений. Примечательно, что и по эффективности их раскрытия Республика находится в числе лидеров среди регионов Приволжского федерального округа. Такие данные озвучили в МВД по Чувашской республике. Традно, что снижается сам тяжелый состав преступлений, такие как особо тяжкие и тяжкие преступления. Соответственно, на 10, почти 12 процентов продолжается снижение самого распространенного вида преступлений, которым является кражи. И в частности, квартирные кражи. Минус 21 и минус 15 процентов, соответственно. На 24 процента практически сократилось количество ограблений граждан. По словам генерал-майора полиции Сергея Семенова, также уменьшилось число краж из автомобилей и самих авто. Сократилось число мошенничеств. Хотя мошенники по-прежнему наиболее активны в крупных городах, таких как Чебоксары, Ночбоксарск, Шумерля, Канаж и АлатР. Сотрудники ОВД за шесть месяцев 2013 года выявили 63 преступления, связанные с незаконным приобретением, хранением и сбытом оружия. Положительную статистику портит то, что на 20 процентов увеличилось количество умышленных убийств, но при этом раскрываемость этих преступлений высокая – 98 процентов. Продолжается борьба с незаконным оборотом наркотиков, но пока правоохранительные органы в ней проигрывают. Это объяснить можно прежде всего появлением новых видов наркотиков, которые таковыми в юридическом смысле еще пока не являются. То есть мы их выявляем, изымаем, но наркотиками в общепризнанном понимании они пока не являются. Для этого нужно признание их на определенном медицинском уровне относить к перечню наркотических веществ. Только после этого наступает уголовная ответственность. К сожалению, законодатель опаздывает примерно на год по появлению новых синтетических наркотиков, о признании их наркотическими, но идем с опозданием. Сотрудники ОВД раскрывают новые преступные схемы реализации наркотиков. На днях задержали преступную группу, которая продавала синтетические наркотики через интернет. Все участники группы арестованы. Кроме этого, растет и количество преступлений экономической направленности. Количество преступлений коррупционной направленности, а в частности количество выявленных должностных преступлений, их может быть и небольшой процент, всего 6% увеличения выявленных должностных преступлений, в числе которых непосредственно взятки составляют плюс 30%. В целом же работа сотрудников МВД Чувашии самим министром оценивается положительно. Среди территориальных органов МВД России наше ведомство занимает 10-е место по стране. Галина Титарчук, Оксана Александрова, Андрей Шоклев, Республика. Для профилактики противоправных действий, а также увеличениях раскрываемости в общественных местах столицы работают 52 камеры видеонаблюдения. В этом году администрация планирует установить еще 57 стационарных видеокамер и 25 купольных в рамках программы «Безопасный город». Но сейчас перед правоохранителями и чиновниками стоит еще одна очень важная задача – заинтересовать предпринимателей города, чтобы они установили видеонаблюдение на крупных торговых предприятиях и подключили его к сети системы видеонаблюдения полиции «Безопасный город». В местах, где установлены видеокамеры, настолько низкий процент совершения преступлений. На эти экраны в полиции поступают изображения со всего города. Под наблюдением – новый автовокзал, Красная площадь, Речной порт, Площадь Победы, Торговый дом Москва, Шупашкар и многие другие многолюдные места Чебоксар. Администрация города и правоохранители сейчас активно проводят разъяснительную работу с представителями бизнеса. Если торговые предприятия подключат свои камеры к видеонаблюдению, это может повысить раскрываемость преступлений, а также время реагирования оперативников. В идеале, конечно, мы стремимся к тому, чтобы их собственная система видеонаблюдения могла быть интегрирована на этот пульт. То есть не только городские камеры наша полиция могла видеть, но и камеры торговых предприятий. Таким образом, охват уже этой системы будет больше. Сегодня мы говорим о том, что нужно покупать камеры, которые, возможно, будут подключить к этому пульту. И уже не надо будет МВД, например, делать запросы, выходить на предприятие, а более оперативно они могут реагировать, если они здесь, на месте, смогут посмотреть видеозапись. В городе у нас 94 предприятия торговли площадью свыше 500 квадратных метров. 56 из них установили собственное видеонаблюдение, но ни одно из них к системе безопасного города пока не подключено. Подключение для предпринимателей бесплатное, но на установку подходящих видеокамер придется раскошелиться. Такие затраты – дополнительная возможность обеспечить свою безопасность и спокойствие горожан. Только из собравшихся представителей бизнеса пока никто не смог ответить – будет сделано. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Молоко вдвойне вкуснее, потому что везут его прямо с фермы. В Чубаксарах появились первые молокоматы. Необычные аппараты установили в самых оживленных местах – в нескольких метрах от остановок общественного транспорта. По сути, такие киоски должны составить конкуренцию крупным заводам. Как горожане относятся к новшеству, узнавали мои коллеги. Молочные рейки из новых автоматов пока не потекли. И ячейки для бутылок еще пустые. Какое-то время аппараты будут работать в тестовом режиме. Но потом, если верить этой надписи, молоко здесь можно будет приобрести даже ночью. Это все равно, что купить чашку кофе. Кидаешь монету – и из крана льется молоко. Сюда оно поступает в обход перекупщиков прямо от производителя. Правда, к такому новшеству многие горожане относятся настороженно. Совершенно, мне кажется, не нужен. Зачем? Молоко? Да, молоко. Вы будете сами отсюда покупать? Нет. Ну, посмотрим, какая цена и какое качество будет. Надо вначале попробовать. А если будет хорошее, мы будем покупать. Сомнительно, что оно там будет долго храниться. И что оно не скиснется. Сомнительно. Не доверяем. А чему доверяете? Какому молоку? Из деревни. Домашнему, собственному. Цены на молоко варьируются с каждым днем. Автомат за один литр просит заплатить 25 рублей. Это дешевле, чем во многих магазинах столицы. Люди, торгующие молоком на улице, пока не боятся конкуренции. Говорят, что и цены у них не кусаются, и покупатели есть постоянные. На фермах все равно такого чистого молока не возьмут. У нас и дома теплая вода, и коровы чистые. Аппараты тоже привлекают потребителей своими плюсами. Молоко в них постоянно охлаждается. Внутри установлены специальные камеры. Стальные коровы в этом году появились во многих регионах страны. Правда, некоторые эксперты называют этот бизнес невыгодным. Продажи в автоматах других городов пока не превышают и 5% от всего молочного рынка. Хотя возможно, что к ноу-хау люди привыкнут. И молоко из автоматов польется, как горячий кофе зимой. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. В Чувашии проходят геологические и археологические раскопки. В конце июля ученый-геолог обнаружил валуны на правом берегу Волги, которые он сам назвал яйцами динозавров. А в Урнарском районе завершились раскопки могильников, датируемые 2-4 веками нашей эры. Как только заканчивается студенческая сессия, Анатолий Федорович, преподаватель геологии, отправляется в экспедицию. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Крым, Кавказ, Самарская и Астраханская области. Анатолий Иванов, казалось, побывал с раскопками по всей России. Иногда в таких вот походах обнаруживаются весьма интересные находки. Однажды, гуляя вдоль берега, ученый обнаружил шары загадочного происхождения. И стал смотреть склоны, и такие круглые каменные шары. Я поразился. Я совершенно не интересовался. Потом пришел, зашел в интернет, стал искать литературу. Оказывается, это уникальное явление. Не только для чувашей, а вообще для России и для мира. До конца не могут изучить. Но у ученых, геологов, пока одна версия. Гипотеза официальная она, что эти каменные шары конкретные. Конкретные. То есть срастение минералов, глины и песка. Вы знаете, ведь все же говорили, что яйца динозавров. Помимо версии о яйцах динозавра, у ученого есть другие предположения. По одной из версий, шары являются результатом деятельности внеземных цивилизаций. По другой – предметом орудия и труда первобытного человека. Ученые же считают, идеально круглые шары и валуны являются ничем иным, как смешение минералов, глины и песка. К сожалению, они таинственным образом исчезли через пару недель после их обнаружения. Остались только эти фотографии. Но вот эти конкретные, я думаю, что они образовались на дне моря, как и песок отлагался, да? Но мне кажется, что они старше по возрасту. Не моложе 250 миллионов лет уже. У сотрудника отдела археологии Чувашского государственного института гуманитарных наук Александра Березина другое мнение относительно происхождения шаров. Они на самом деле из гранита, из габрадиабаза, то есть из тех самых горных пород, которые у нас в Чувашии не встречаются. А встречаются далеко на севере, в Скандинавии, недалеко от Ленинградской области. И во время ледникового периода, вместе со льдом, они к нам сюда и как бы приехали. Гораздо большую археологическую ценность представляют находки на раскопках древнего могильника, эпохи ранней Железного века. Мы начали исследовать могильник в прошлом году. Если считать количество погребений с прошлого года, то всего 23 погребения. И еще было выявлено в раскопе три могильных пятна, то есть общее количество погребений 26. И похоже, что могильник был очень большой, там, скорее всего, насчитывалось более сотни погребений. Драгоценных металлов археологи не нашли. Но, как подчеркивают руководители экспедиции, находки представляют в первую очередь историческую ценность, так как писемных свидетельств, датируемых II-IV веком нашей эры, у ученых нет. За хоронения преимущественно женские. Сохранились бронзовые и стеклянные украшения, а также несколько предметов быта древнего населения. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика. Сегодня день находок. Потери и находки случаются настолько часто, что этому посвятили целый день. О том, где жители столицы теряют и находят свои вещи, а также где можно найти потерянное, узнавала наша съемочная группа. Находила, а, ну даже да, находила, ну не в городе, не на улице, а, допустим, у себя на работе, там, деньги. Ну, находила и хозяина, кто это мог потерять. Естественно, если телефон там что-то нашла, обязательно в милицию куда-нибудь обратилась бы. Потому что, не знаю, сколько раз у меня сестренка маленькая теряла, мне жалко ее постоянно. Мы однажды после одного концерта в зале нашли телефон, да, было дело, мы сразу позвонили по номеру мамы, и там нашелся владелец этого телефона. Вот. Но если найду пять тысяч, увы, не смогу никому отдать. По возможности вернули бы владельца. Ну, вообще, если находим, то есть, ну, чьи-то вещи, то оставляем на видном месте, как правило. Если бы что-то нашел, я бы отдал бюро находок. Обязательно. С 2012 года в Чебоксарах нет бюро находок. Его функции передали Управлению внутренних дел. Теперь централизованный стол находок находится на улице Шевченко, 23. Все документы, которые были потеряны в городе и были найдены кем-то, сдаются сюда. Здесь у нас учитывается, ведется журнал учета. Выделена специальная комната, оборудованная всеми средствами пожарной и охранной сигнализации, где хранятся найденные документы, вещи, забытые гражданами. И ежедневно, скажем так, ежедневно даже граждане приходят, обращаются за, по вопросам поиска своих утраченных документов или вещей. Люди ежедневно обращаются за помощью, чтобы вернуть потерянные вещи. Если их вещи находятся, то их возвращают владельцам. Если нет, выдается справка. Сейчас в отделе около 600 утраченных документов. Но лучший способ что-то найти – быть внимательнее к своим вещам. Евгения Егорова, Евгений Анисимов, «Республика». Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова